добрый день дорогие друзья с вами капля и продолжение крещение в духе святом второй аспект говорения на иных языках в отличие от лялео или говорение как знамение того что мы крещены духом святым молитва на иных языках это будем говорить такой промежуточный этап в проявлении духа святого смотрите что пишет апостол павел 8 главе послания к римлянам также и дух подкрепляет нас в немощах наших ибо мы не знаем о чем молиться как должно но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными испытывающие же сердца знает какая мысль у духа потому что он ходатайствует за святых по воле божьей итак если лялео в книге деяний во второй главе это просто слова вдохновленный только что излившимся духом святым то молитва на иных языках это дух святой молящийся через верующего человека за те нужды которые в данный момент имеет этот человек здесь употребляется все то же слово лялео когда мы молимся вот знаете такое вот красивое слово воздыхание неизреченные в оригинале это скорее звуки не членораздельные то есть звуки которые невозможно слепить в какое-то более менее внятное предложение для человека который пытается услышать что-то понятное на своем языке зачем это нужно я не знаю я знаю только что когда мы находимся в крайней нужде когда мы не способны нормально помолиться когда мы не понимаем о чем должна просить и как правильно это делать бог по нашему позволению когда мы разрешаем ему молиться нашими устами когда мы разрешаем молиться ему на иных языках дух святой начинает эту ходатайственную молитву обращаясь к отцу по воле божьей другом месте написано в первом послании она написано что все что не попросим по воле его будет нам поэтому когда мы молимся на иных языках дух святой молится отцу через нас по воле божьей это значит что молитва на языках это единственная молитва во вселенной которая на сто процентов будет отвечена есть небольшая проблема мы не понимаем о чем просим но дальше если вы почитаете следующий стих 8 главы римлянам апостол павел да говорит нам верующим любящим бога призванным по его изволению все содействует ко благу другими словами он говорит ребята не переживайте все что дух святой попросит это к нашему благу в этом не будет ничего негативного он не думает о нас плохо он думает чтобы сделать для нас что-то хорошее и так первый аспект это говорение на иных языках как знак того что мы крещены молитва на иных языках это когда мы позволяем духу святому ходатайствовать через нас и есть третий аспект который мы поговорим в следующий прогресс и 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 Продолжение следует...